Новое радио Привет, как дела, Эмриджан? Добро пожаловать, Эмриджан, к нам в студию Тебе, наверное, непривычно Сейчас тут, или как? Нормально Ну, потому что, когда я ему сказала на шоу Девчат, он такой, а что мне там делать? Это же шоу Девчат, я говорю, подожди, Девчат, это мы Это мы втроем Гостям это никак не относится Все хорошо у тебя, все нормально? У тебя завтра опыт есть? Ты давай тогда поближе к микрофону Прием, прием Поздоровайся с послушателями Всем привет, ребят, с вами диджей Эмриджан Это новое радио Девчата эндомикс Все, давай теперь музыка После его голоса всегда, да, должна пойти музыка И мы такие выходим танцевать У тебя завтра, кажется, выступление, да, будет? Да, будет завтра масштабный фестиваль На парковке Душанбе Мол И надеюсь, это будет очень крутой вечер А во сколько будет? В 17.00 до 23.00 А, так, хорошо Ты когда выступаешь, во сколько? Я там сначала до конца буду, но сольный выход после 9 А из диджеев только ты приглашу? Я и Джоа А, ну конечно А как, например, наши слушатели могут попасть на этот фест? Что они должны сделать? Купить билет, вход свободный? Они должны приобрести билеты Можно и в том же Ашане На втором этаже Все, если вы хотите послушать диджея Эмриджана Сначала будьте на волне 95.5 FM А потом завтра он раскачает Какой-то мол, да? Какой-то мол? В смысле какой-то мол? Просто мы не рекламируем Подожди Подожди А Душан бы мол, потом свяжитесь с нами Так вот, Эмриджан, давай расскажи-ка о себе Откуда ты такой появился-то? По-моему, ему неловко, что Можно сказать Давно я этим начал заниматься Но не вот так профессионально А это было как хобби Когда? В каком году? Я в 2013 году приехал в Душанбе Окончил школу в Санкт-Петербурге Приехал в Душанбе Поступил в Славянский университет И параллельно работал вот в заведениях В клубах, в ресторанах Но любил вот то, что там происходит Где музыка Шумиха, да? Да Это вот атмосфера Да, это уже 8 лет Так, а профессионально когда начал заниматься этим? Профессионально в 2019 году В 2019, хорошо В 2019 году я уже начал работать в спортбаре стихов И ты там до сих пор, кстати, работаешь, да, еще? А почему ник у тебя Эмрэджан? Прозвище откуда? Об этом все спрашивают Об этом будут спрашивать все Всегда Есть один футболист Люди думают, что типа Эмрэджан Он через Чи Он турок И все думают, что я у него взял этот псевдоним По-настоящему у меня это Эм Муамад Рэй Рахмонов Так А почему не Эмрэхон? Эмрэбек Эмрэшон Что отхелезет куда же Дусмы дура, да, Эмрэджан? Нет, это Я сначала Эмрэ Такого смотрю Пусто Чего-то не хватает Души, например Хубон Моя хто Мехоэмкук Мора Фаридка Джон Баган Хубон Джон Нет, кстати Фаридка Джон Нет, кстати Меня, кстати, иногда Эмрэджон называют Мне не нравится это Эмрэджон? Эх, Эмрэджон? Большинство думают, что Я Амир Меня зовут Эмрэджон 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 Мухаммад Ягон Меня зовут Мухаммад Да, вот Эм Эм Мухаммад Как читается Кстати, я тоже спросила У Ганджина Когда мы говорили Насчет гостей Таким мы позовем Эмрэджона И я говорю А как нам к нему Обращаться А он говорит Эмрэджон Я говорю Ну это же Он не скажет А моё имя Он такой Не, его все так называют И вот Насчет того Что ранее сказали Музыке Бывает такое Что ты ведешь Ставишь крутую музыку И кто такой Эмрэджон А мы Шабнамамон Как ты вот на это реагируешь Вот меня больше всего Это беспокоит С диджеями Это самая больная тема С диджеем Но Здесь можно Может быть здесь есть слушатели Которые ходят в заведения Да, конечно Лайфхак Посоветуем им Вести себя более адекватно Когда Я не говорю Что наша эстрада Плохо поет Или что-то так Но Когда начинает Выступление Диджея начинается Он начинает С Таких Ритмичных песен Просто Как лаунч И ты постепенно Поднимаешься по ритму Но Когда У тебя есть своя программа И ты видишь толпу Ты настраиваешься на него И играешь И какой-то гость Подходит Ставь мою И Лично я знаю Что если я эту песню Сейчас поставлю Кроме него Все сядут Да И И Изил момент здесь Что Иногда люди Немного Под Градусом Еще работа моя связана Нужно быть с психологом Потому что там сотни-сотни людей Ты должен с ними общаться Разговаривать Не обидеть Если грубо ответишь Он больше к тебе не придет Или там Какой-нибудь Если он конечно вспомнит Да И начинается диалог Милый Что Ака Апа Сейчас Сейчас Потансуй две минуты Сейчас будет нормально Сейчас будет Потом он опять подходит Такой Пять минут Пойди Сейчас будет для тебя Специально для тебя Я знаю Прямо до конца Прямо до конца Вот Он Вот эту песню Ставишь Потом он умирает Уходит Такой Без заказ Под эту песню Еще Еще Самая Самая распространенная Фраза Их гостей Это Вот это Поставь и мы уйдем Может Я не хочу Чтобы ты ушел Правильно И твоя компания Оставайтесь А какой у тебя вообще у тебя вот именно личный, вот собственный стиль музыки? Как сказал директор одной радиостанции мне, она сказала, у диджеев нет вкуса. Почему? Потому что я сегодня играю, допустим, на женской вечеринке, там другие песни, которые мне нравятся. Я играю на фестивале, там пожестче музыка, и мне нравится. Вот все, что я играю, оно мне нравится. То есть, получается, подожди, ты своего рода подстраиваешься и под публику, получается, и ты подбираешь так, чтобы это нравилось и тебе в первую очередь, и слушателям. Если я не буду играть то, что нравится моей публике, я не буду нужен им. Да, 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 свадьба, это вообще отдельная тема. Мне свадьба очень нравится. Почему? Потому что ты идешь на свадьбу, там, допустим, 150 человек, из них мало кто ходит в клубы, в заведения, и для них это вау, типа играет диджеев. Они начинают чувствовать себя как в клубе и начинают танцевать, веселиться. Это классно. Мы как раз таки сегодня говорили про свадьбу, что вот надо уже звать побольше диджеев, чтобы раскачал он и публику, и людей, и гостей, чтобы ушли радостные и счастливые. Кстати, Дизель хорошо подвела к этому. Номер карты скин, чтобы туда никогда не скидывал Эмриджан деньги. Кстати, девочки, вы знали, что он еще и поет? О-о-о! Да-да-да, что ты думаешь? Все, все, давай, Эмриджан. Откуда информация? В смысле, откуда слушали? Эмриджан, это шоу девчат, девочки знают все всегда. Вообще, да, у тебя хороший голос, я тебе так скажу. Спасибо большое. И слух есть, и голос хороший. И то, чтобы мы тебя заставляем. Представьте, у диджея не было бы слуха. Не, ну а голос? А голос, да. Ну, это второстепенно. Ну, вот голос-то у тебя есть. Ну, слух это нужен, да. Эмриджан, ты споешь там? Слушатели, вы хотите услышать, как Эмриджан пеет? Ганджина тоже хорошо поет. Ты хорошо поешь. Я, Эмриджан, это яблок, который доставал от тебя, поставил вот эту песню, это яблок. Я просто в другом образе была, да, меня сложно узнать. Какие треки ты поешь? Вот, допустим, пошел в караоке. Вот, часто у всех людей, которые любят ходить в караоке, есть именно одна песня, которую везде постоянно всегда заказывают. Какая-то любимая. Я, когда хожу, ну, с моей работой мы часто ходим в караоке. Ну, и... Мы разные песни поем. Например. Например. Зависит от настроения. А как у тебя настроение сейчас? Ну, вот сейчас, вот в таком состоянии, что бы ты спел? В таком состоянии. Вот ты только вот, начало, начало, вот, ты зашел в караоке такой, так, листочек, список, и первая песня. Я бы... Ты вошла в мою мне. Сейчас бы спел бы песню «Это здорово» Джаха Либа. А-а-а. Выспел, я не Джаха Либа. Ну, у него там джаз. Не, я не спел. Ты говоришь, я бы спел, ну, Добрый Джан. Ну, бы сказали, пришел бы в караоке, а не в радио. Так, слушай, вот тут микрофоны есть. Не, не буду петь. Ты тут, голос твой есть. Ай, и Рабине. Такой он скромный, он есть. Подожди, подожди, я не думала, что мужчин нужно уговаривать. Нет, что, смотрите, когда я вот в повседневной жизни очень стеснительный парень. Я вам подожду сейчас. Когда я за пультом. Он хотел меня сейчас подправить тем, что, типа, тут же не карок, я тебе так скажу. Ты же сказала, что если к тебе приходят люди, говорят, поставь эту музыку, а ты не хочешь их обижать? Это пьяные люди. Ну, ладно. Окей, хорошо, без проблем. Ладно, мы будем доставать Амриджана. Он нам споет чуть-чуть. После эфира. Психологом остается. Ну, тоже. Работа требует этого, да. Если честно, то нет. Потому что я лично сторонник того, что человек вот эти, допустим, профессии должен учить сам. Потому что, когда у тебя будет наставник, учитель, ты будешь максимум на его уровне. У тебя не будет дальше роста. Да. Ну, все, что он тебя научит, это то, что он знает. И не все учат то, что они сами все знают. Они половину прячут. А когда у тебя нет ничего, ты самородок, у тебя... Вот, допустим, я не знаю, где мой предел. Я сейчас думаю, что я еще... Ты сейчас в поисках предела? Я до сих пор там обновляюсь, учусь сам у себя. У тебя постоянно, получается, обновляется сет твой. По-любому, да. Да, это классно. Не было такого, что я хочу это бросить. Но было несколько раз. Раз в месяц иногда бывает. Я просто отключаюсь от всего мира. Куда-нибудь. Два дня максимум, потому что на третий день уже мне нужна музыка. Не может уже. Да. Кстати, вот знаете, о чем хотела спросить? Если я была бы диджеем, потому что мне нравится вот это. От того, что ты раскачиваешь народ, все на тебя смотрят. Это энергетика, да, это же кайфово. Но самое страшное, прикинь, ты пытаешься раскачать народ, а он не идет. Он не раскачивается. Он не раскачивается. И бывало такое, вот ты, не знаю, там, резко думаешь поменять что-то, может быть. А в целом ты не понял целевую аудиторию, ты не знал, ты там собрал музыку, но при этом она не идет. Сейчас будет лайфхак для диджеев, которые нас слушают. Когда я захожу в любое заведение, неважно свадьба, мероприятие, было даже я в больнице на открытии играл. Честно, серьезно, это была поликлиника. В поликлинике был концерт на день открытия, я там играл. Представляю, вот этих людей со сломанными руками. Нет, нет, там пациентов не было еще, там были только врачи, и ты прикинь, все в халатах. Отжигают, да? Да. Фичамная вечеринка. Лайфхак. Я захожу в любое заведение, бар, это ресторан, клуб. Первые пять треков, это экспериментальная, это ощупь гостей. Вот захожу на свадьбу, они представляют типа диджеем Реджан, я выхожу, я уже знаю, что это не та публика, которой нужна зарубежная музыка, но так как половина типа диджея, это сразу что-нибудь европейское. Я сначала включаю европейскую, одну треть играю, и свожу уже, я вижу, что там ноль реакции, просто сидят люди такие на свадьбах, иногда так бывает, да. И я уже перехожу на обычные наши таджикские песни, более-менее современные. Классно, а вот вы составляете, вот девочки говорили насчет свадьбы, я говорила, что мне нравится идея с диджеем, потому что вот ты заранее говоришь, ты знаешь, что ожидать, потому что пение, оно как-то чуть-чуть устарело, очень дороговато выходит. Так рорме, Шаван, так рорме, так рорме. Я вот хотела узнать, а возможно, например, с тобой заранее обговорить, например, музыку для свадьбы, я просто уточняю, да? Видите, а, лайфхак мы заранее обговариваю Замраджанов. Да, еще вот большинство иногда переживает, что диджей что будет играть, может быть, они где-то видели какого-то диджея, который, может быть, испортил ту часть свадьбы. А когда они мне говорят, давайте обговорим насчет свадьбы, я перед этим вопросом спрашиваю, какая свадьба, есть ли там певцы, я сначала узнаю, кто певец, я уже знаю, есть ли кто певец и какая там публика, уже есть соотношение. Допустим, бывает свадьба без певца вообще, три часа играешь ты сам, и ты уже ясно понимаешь, что там половина гостей русскоязычные или европейцы, вообще иностранцы. Когда они мне говорят, я вам сейчас кидаю плейлист, вот, допустим, жених кидает мне плейлист, там одна зарубежная музыка, и ты идешь на эту свадьбу, ни одну не поставишь, потому что видно, что это только для него. Жених, который вообще не должен танцевать на свадьбе, просит поставить его музыку. Кстати, у него был случай один, его позвали на свадьбу в Шаритус, по-моему, да? Шарина, Шарина, я его сторисы смотрела, он туда поехал, посмотрел, что за свадьба, и с другом возвращаются, в общем, пешком там не было машины, я не знаю, как они... Расскажи нам эту историю. Расскажи. Расскажу. Это было месяц назад, по-моему, мне звонит одна моя знакомая, организатор свадеб, и говорит, что тебе сейчас позвонят, уточни все, поезжай, пожалуйста, ради меня. А я за город очень редко иду, максимум в Худжан, а там другая сумма, а из-за того, что она знакомая, я согласился на эту сумму, где-то в Душанбе я работаю, я сказал окей, и сказал, типа, бедный там этот, бедный парень, я такой, хорошо. Я, меня встречают в Шаринаве, я выхожу с такси, они меня встречают возле ресторана, я говорю, сюда, они говорят, нет, еще далеко не сюда, сажают в другую машину, мы едем в горы, это просто ехать еще полчаса, вот, как это называется? Холмы? Да, я спускаюсь, там площадка, это футбольная площадка, где заржавевшие вот эти ворота, ну, она уже 500 лет не работает, эта футбольная площадка, и там посередине, посередине этого поля, с одной стороны стоит стол, ковер, и где написано «Ватай туйму бура». О, обожаю, ностальгия. Но мой шау арус. Да, там сидеть, и сплетены, и этот, напротив, напротив них, в конце поля, такое же место для певцов, все, больше ничего, нет, пыль, вот, грязь, с двух сторон эти, холмы. Ты попал в прошлое, нет? Я попал в холмов, весь в глазах, я попал в фильм, я смотрю, стою, у меня еще вот эта прическа. Он там очень хрен, не гуме, кардан, а уже тасавур, кардан. Ну вот, представь, сначала было, там человек 50, там 100, дети бегали, и когда вот эта свадьба началась, там, там, оказывается, нет ничего там, ничего нет, это на улице. И вокруг, вокруг этого поля три кишлака, и они все вот так вот собрались. Я думаю, Оксимирон тебе завидовал, он не раскачивал такую толпу. Да я, дальше что было, я на все это смотрю, эти вот, вот вчерашнее видео, которое я скинул в сторис, это вот такие люди, взрослее. Я на это все смотрю, другу говорю, видишь мою сумку? Он говорит, да. Беги, Форест. Я говорю, ведешь сумку, идешь туда, я, а возле меня один человек стоит, типа, чтобы я никуда не ушел. Я ему уже говорил, что я не хочу здесь играть. Я вернул им их деньги, я даже на дорогу не взял себе, вернул деньги, мы ушли, полчаса спускались с этого места, еще час, я не мог найти машину, потому что мы на трассе, час, прям, да, почти до и сорок, пешком шли, в десять ночи. Свадьба должна была начаться в семь, а началась в девять. Там до двенадцати, до час ночи свадьба должна была быть. А я там не съезжал, из-за прически. Там даже эти, там, сообщицы с этих. Это вот герои, да, походу, именно. Да, 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 это вот такие герои, она на меня смотрит. Да, 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 вот нынче Побег из Шоушенга был Совсем не... Побег из Шоу Вот это еще раз Говорит о чем? О том, что нужно детально Все по ходу обговаривать Да, они меня не предупредили То есть ты думаешь, что это их вина Я бы хотел там повеселить Там сельский народ Можно сказать, да Но там были пару моментов, что у меня заделось Что тот парень, который меня туда позвал Он хотел, может быть... Он мне этим прямо сказал Если ты сейчас сыграешь, я буду здесь самым крутым Что я тебя позвал Понятно, ну это уже эго, да, свое Ну, ребят, на самом деле мы не против таких свадеб Мы не против того, что Вот такого рода именно свадьбы, да? То есть мы ни в коем случае сейчас не насмехаемся Нет, нет, нет Я так и написал, что я вообще-то хотел сыграть Потому что для них это вау Мой сет был на один час Но из-за того, что... Во-первых, меня не предупредили, где это будет Во-вторых, вот из-за вот этого парня Который мне так сказал Он то, что, типа, хотел себе, может быть, там... Попонтоваться Да, попонтоваться возле этих бедолаг Все, я поняла И меня это расстроило Но это уже совсем другой вопрос Да, но в целом... Зато есть Эмбриджан, ну что вспомнить Да, это точно Там соучит Есть всех его подписчиков, что вспомнить Я запомнила эту историю Получается, вот смотри, тебе легче всего выступать В каких-то заведениях, то есть в помещении Или вот на стадионе, где открытая площадка, open air Open air лучше, потому что на открытом воздухе музыка воспринимается по-другому Любая музыка, она по-другому воспринимается И там уже масштаб, и человек себя чувствует не у кого-то в заведении А под открытым небом И он как бы... Любой может себе позволить Да, да, да Окей, хорошо А в заведение, когда заходят, они смотрят, кто здесь сидит Можно ли танцевать, сейчас меня будут снимать Или... Кстати, да, вот из-за этого, на самом деле Дискомфорт прям... Вот у меня лично такое Потому что есть страх того, что какие-то непонятные левые И левые люди снимут тебя, скинут на всеми известные сайты Эмриджан, вот ты рассказал нам про то, что у тебя не удалось Ну, тебе не удалось выступить, к сожалению, да На этом мероприятии из-за каких-то там других моментов Личных факторов А вот был момент потрясного выступления По которым вот это выступление из всех самый запоминающий топ Я не знаю, как еще выражаются диджеи Ганджина, что еще, типа лайк? Я работаю очень много во многих местах И каждое место, допустим, со свадеб Есть определенная свадьба, которой я должен был играть 40 минут Я сыграл полтора часа Дальше я певцам сказал, можете отдохнуть Они вообще обрадовались, да Я сказал, я дальше бесплатно играю Но это свадьба Я могу еще три часа сыграть Потому что это была самая крутая свадьба неделю назад Классно Как провести свадьбу так, чтобы Эмриджан такой... Бесплатно Настолько классная атмосфера Мы видели в сторис, и мы понимаем, о какой свадьбе идет речь Теперь у нас будет скидочка Это был красный зал В каждом заведении есть определенный день, который я запомнил себе В общем, все они уникальны Настоящий, уважающий себя сапер всегда пропустят девушку вперед Девчат на новом Это точно И сегодня у нас настоящий сапер, это диджей Эмриджан Я, кстати, недавно узнал, что единственное место, где парень должен пойти первым Из обычных вещей Это в лифт Потому что сначала парень заходит в лифт, если он не упадет вниз Видишь, вот в единственном случае, да? Кстати, как-то обидно, да, звучит? Подождите, я сейчас должна вспомнить Это всегда так по этикету, мужчина должен А ты прикинь, если парень это знает, а девушка нет Если я зайду, она подумает, что вот неадекватные, невоспитанные Слушай, в общем, тут такое дело Я придумала игру для тебя, эксклюзивно И сейчас мы проверим, насколько ты себя знаешь Игра называется «Я себя знаю» Вот-вот Это все Да-да-да И смотри, в общем, ну, у него тема такая То есть он берет из каких-то прошлых выступлений Я взяла в качестве того, чтобы узнать, насколько ты себя знаешь Твою страницу в Инстаграм Давай Если ты меня спросишь, сколько раз я играл вообще Нет-нет-нет Смотри, в общем, ты готов? Давай Смотри, первый вопрос Первый вариант Шестого июня? Да Нет, третьего июля прошлого года Подожди У нас короткая стрижка Короткая стрижка Да-да-да Прям короткая стрижка Короткая Как может быть стрижка короткая, если до этого я уже не стригся? Нет, на фотографии А, все, я все, я сейчас уточню Там со свадьбы, где я вот так вот стою Вспомнил? В бежевом Вспомнил, да? Прям короткая Я ее позже выложил, через полгода А, ну об этом я не знала Второй вопрос, смотри Сколько у тебя на странице публикации? Вариант А Шестьдесят девять Вариант Б Пятьдесят восемь Вариант В Шестьдесят Восемь И пятьдесят восемь, да Вариант В пятьдесят восемь Вариант В шестьдесят восемь Вариант А Шестьдесят девять Шестьдесят восемь или шестьдесят девять, сейчас скажу точно Так 68 Правильно Третий вопрос Так В 2019 году ты добавил себе на страницу в Инстаграм Цитату одного известного актера с черно-белой фоткой Кто этот человек? А. Джонни Депп Киану Ривис Леонардо Дикапри Киану Ривис Правильно Четвертый вопрос Сколько у тебя фотографий на странице в красных очках? Вариант А Четыре Вариант Б Две фотки Вариант В Три фотки В одной публикации или в общем? В общем у тебя на странице Вот из 68 фотографий Сколько фотографий у тебя в красных очках? В одной публикации у меня там Именно вот главное Три фотки А, именно главное Это одна считается Да, считается Было три, четыре Три, четыре и два Два Сколько? Два Четыре Посчитай Пятый вопрос На скольких фотографиях у тебя поднятые руки Вот в таком вот положении На одной Вот так Вот вариант А Пятнадцать Вариант Б Шесть Вариант В Четыре Поднятые руки Так 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 В целом поднятые две руки Вариант А Пятнадцать Вариант Б Шесть Вариант В Четыре Пусть будет шесть Четыре Шестой вопрос Из-за какого цвета чехла для телефона были споры между тобой и диджеем Роксином 11 ноября 2021 года? А. Сиреневый цвет. Б. Розовый. В. Фиолетовый. Подожди, сиреневый и фиолетовый — это разные цвета, да? Это разные цвета. Какой цвет был? У меня был вот... Как этот цвет называется? Фиолетовый? Фиолетовый? У меня был такой бледно-фиолетовый чехол. И он назвал, что это... Все, я поняла. Правильный ответ. Это был фиолетовый. И седьмой вопрос, последний. В 2019 году ты опубликовал видео, где исполняешь песню группы Boombox. Какая это песня была? А. Вахтерам? Та что. В. Та что или В. Знать бы хотя бы где ты? Та что. Песня «Та что» — это моя любимая песня из их репертуара. Вариант В тебе ни о чем не говорит? Вариант В. Знать бы хотя бы где ты. Это не название песни? Это и песня, да, есть? Это сама песня, да? Да, да, правильно. Тут был такой подвох немного. Да, да. Отлично. Все, насколько знает себя диджей Эмэджел? Довольно таки хорошо, он просто затутался в своих очках. Он такой... Подождите, а фотографии, где у меня вот так руки... Неужели 15? Он, бедный, засомневался в себе. Я кто? Я кто? Подождите, гадина, саркат, помню, кто? Я сначала один сказал... Я помню одну фотку, где вот так... Не-не-не, везде, вот-вот, даже здесь. Это вот считается? Нет. Нет, это мы не считаем. Это же новая фотка. Где я танцую, правильно? Ты не танцуешь, ты там стоишь. У тебя поднятые руки. С какой-то определенной... На фотке, потому что ты будешь... Вот ты посмотри, вот у тебя поднятые руки. Там, где я поднимаю вот так руки, это значит, я на работе танцую. А, все ясно. Не-не-не, ты не танцевал там. Ты посмотри, проверь, подожди потом, потом. Кстати, Эмриджан, как тебе у нас, понравилось? Да, очень круто. С нами весело? Очень. Спасибо большое. Кстати, отметили мы или нет, наверное, но нужно еще рассказать, что Эмриджан наш первый гость. У нас было 10 выпусков с девушками, теперь у нас 10 выпусков с парнями. И Эмриджан один из тех, кто пришел... Якумэ, мольво. Да, первый, может быть. Мужики, я вам дорогу открыл. И еще кое-что. Мы не упомянули о том, что генеральным спонсором нашего шоу является Ян Косметикс. В общем, у них есть уходовая косметика, можно сказать, Там хорошие шампуни, вы можете ими воспользоваться. Чтобы у вас были такие же шелковистые волосы, как у Фарри, как она часто говорила. И как у Эмриджана. О, Эмриджан будто тоже использует Ян Косметикс, да? Кстати, Эмриджан, у нас, к сожалению, время заканчивается. Можем ли мы получить от тебя пару советов для начинающих диджеев? Потому что я думаю, что они есть, они смотрят, они уже вдохновляются. Хубона вторая, да? Диджеев сюда-нибудь, да? Да, да, да. Спасибо вам за приглашение. Спасибо, что пришел. Да. Слава богу, ты пришел. Пару советы для начинающих диджеев. Я, как раньше сказал, я не считаю себя, типа, профессионалом, крутым этим всем. Мы тебя таким считаем, Эмриджан, поэтому не скромней. Да, пускай люди это говорят. Нет, большинство ко мне приходят, говорят, научи, научи. А я боюсь этого, потому что я, ну, я его научу, он где-то не сможет. И там будет уже моя репутация играть. Скажет, ну, вот он его научил, сам нифига не умеет. И для начинающих совет не копировать никого. Это раз делать то, что им нравится, работать, пока учиться самим, если так взять, потому что у одного научишься, другой тебе другое покажет. Или ты скажешь, почему у них так. Лучше самому научиться. В Инстаграме везде есть музыка, она сейчас легко доступная. Раньше диджей крутили кассеты, винилы на ручках. Сейчас можно просто научиться слушать бит и сводить этот бит правильно. Если у тебя есть слух, то пожалуйста. А если просто повыпендриваться, лучше... Лучше не надо, да? А то все сбегут, как Эмриджан с той свадьбы. Да. Спасибо большое тебе. Эфир был очень интересный. И час прошел незаметно. Да, я думала, что типа у нас, может быть, с девочками мы из-за того, что болтаем постоянно, типа время быстро проходит. Нет, это зависит от человека, от гостя. Если человек интересный, то время быстро проходит. Спасибо тебе еще раз за то, что ты пришел. Спасибо вам тоже за приглашение. Очень рад. Очень крутой эфир. Атмосфера. Новое радио. Спасибо за цветочек, который нам подарил первый гость, который нам хоть что-то подарил. Ну что ж, дорогие друзья, давайте тогда попрощаемся со всеми. Это было шоу Девчат, Волна 95.5 FM. В студии были Джей Эмриджан, Фарида, Ганджина, Хубон. Всем пока, до следующего четверка. Чао. Пока. Новое радио.